Здравствуйте! В 1958 году по инициативе председателя Архангельского областного правления хорового общества Бориса Александровича Князева при музыкальном училище был организован академический хор. Через два года, в 1960-м, Борис Князев передал руководство капелли молодому, талантливому, энергичному выпускнику Ленинградской консерватории Владимиру Максимкову, который одновременно преподавал на хоровом отделении музыкальном училище и в Архангельском педагогическом институте. 56 лет творческому народному коллективу, 76 ее руководителю, явление уникальное не только для Архангельска, но и для культуры в целом. Кадры юбилейного концерта Архангельской хоровой капеллы на ваших экранах. Более 800 произведений, среди которых 8 опер, исполнено за 55 лет. За их плечами свыше 700 концертов, так что статус «любительская» капелли из Архангельска можно отнести достаточно условно. Юбилейный концерт капелла дала под руководством своего художественного руководителя. Из Санкт-Петербурга приехал маэстро Владимир Максимков. Каждое произведение венчали бурные овации самого благодарного и верного архангельского зрителя. Постоянно быть в творческом тонусе непросто. Вручают репетиции и многочисленные благотворительные выступления. Благотворительных концертов у нас много. Мы выступаем перед школьниками, мы выступаем перед ветеранами. И это довольно часто. Программ у нас очень много. Есть духовная музыка, есть народные песни, есть западная музыка. И, конечно, у нас просто прекрасная программа, посвященная Великой Отечественной войне. Так получилось, что свое 55-летие Архангельская капелла встречает коллективом из 55 человек. Педагоги, врачи, аспиранты. Все не могут уверенно сказать. Музыка нас связала. А это очень прочная связь. Владимир Александрович Максимков, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель и дирижер Архангельской хоровой капеллы, профессор Санкт-Петербургской консерватории у нас в гостях. Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте. Вы 12 лет назад уехали из Архангельска в Питер. Да, в конце. И вот сейчас по каким поводам приезжаете в Архангельск? Ну, я на общественных началах по просьбе коллектива остаюсь художественным руководителем Капеллыс, который вот начал работать в 60-м году. И, ну, когда удается приехать, приезжаю. А вы можете Архангельск назвать своим родным городом? Ведь родились-то не здесь. Дело все в том, что мы до сих пор, уже 12 лет как уехали, 13-й год, мы до сих пор в семье называем, а у нас в Архангельске. Это же, конечно, 42 года работать. Но вы с женой не Архангелогородцы. Да, причем я под Ленинградом, а на Вастрахани. А занесло вас как на север? После окончания хорового училища прикопили потом 5 лет консерватории по распределению Министерства культуры России. Мы здесь. Вот ничего не било сердце в распределение на север, далеко? Я сам выбирал город. Ах, вот как. Да, и в общем-вовсе не залею. Но вы же ничего не знали об Архангельске, да? Почему именно Архангельск выбрали? Ну, во-первых, потому что, будучи комсомольцем, скажем так, я намеревался вообще уехать на Дальний Восток, в Южный Сахалинск. Но так сложилось, что надо было уехать. То есть тогда я выбирал уже Архангельск. А вот когда вы только начинали, кто на вас оказал влияние, что вы поступили в хоровое училище? У меня до войны учился в хоровом училище брат. Поэтому после войны, в 45-м году, мама привела меня в училище, меня прослушали, и я попал туда. Но с музыкой были связаны родственники, близкие? Нет. А вы почему? Так получилось, скажем так, мама привела. То есть она что-то в вас, наверное, такое увидела? Скорее, может быть, брат как-то повлиял, старший в этом плане. А все остальное нет. В 60-м вы взяли на себя руководство Архангельской хоровой капеллой. Да, так случилось, что я думал, здесь было 4 преподавателя, я писал письмо Борисовичу, когда получил распределение, узнать, чем мне придется заниматься, какие предметы вести. И мне сказали, что здесь 4 педагога есть. И я думал, что они все работают в капелле, потому что для меня слово капелла – это большая капелла Санкт-Петербурга, которой ныне 530 с лишним лет, поскольку это еще при Иване третьем была организована. И я мечтал хотя бы пятым туда устроиться, но так сложилось, что отдали мне. Вы сразу согласились? Конечно, да. Я учился для того, чтобы быть руководителем хором. Делевшим руководителем. Я знал, что придется выполнять различные задачи, и поэтому репертуар был всеяден, от мелких миниатюр до… Но не сразу, потому что надо было сначала научить участников, а потом уже через участников репертуар достигать. А участники-то как вот собирались? Ну, тогда это вообще была… Ну, вообще Россия – певческая страна. Ну, то есть это не обязательно было музыкальное образование, чтобы человек… То есть там просто были любители, там не было людей с музыкальным образованием. И такой задачей не ставилось? Значит, сначала даже были занятия по теории музыки, скажем так, по музыкальной грамоте, точнее. И даже были занятия по постановке голоса. А, кстати, сколько сначала было человек? Вот так же сразу много? Вы знаете, я ведь приехал, коллектив для меня полтора года уже существовал. Но когда узнали, что там поменялся руководитель, как это всегда бывает, поэтому мне трудно сказать, сколько было вначале. По-разному складывалось, но потом это уже было… Вы кинули клич или… Нет, это объявление в газете, прослушивание, и приходили… А что вы видели, что ждали от людей? То есть, чтобы был голос, да? Вы знаете, нет, претензии к голосу, скорее, извините, к ушам. Чтобы могли быстро схватывать мелодические обороты. И занятия строились таким образом, чтобы как можно быстрее был слуховой запас. Но люди понимали, что это просто увлечение, хобби. Конечно, конечно. Сразу были такие условия. Это не условия, это потребность души. А, кстати, почему вот капелла, а не просто хор? Дело все в том, что просто капелла – это коллектив, который основу свою творческую… Это без сопровождения коллектив. Хотя и поют произведения с сопровождением, и с оркестром, и так далее, но основной репертуар – это был все-таки без сопровождения. И первый смотр, который здесь проходил, и когда мы по условиям надо было спеть одно произведение из трех, а мы спели все три или даже пять надо было, и мы все спели капельное, то было очень удивительно. Вот когда пришел первый успех? Первый концерт у нас был 7 января 1961 года, и с тех пор, в общем, в принципе, это уже было нормальное явление. А потом это уже были гастроли и оперный фестиваль в концертном исполнении в Ярославле имени Собинова. Мы туда выезжали, единственный самодеятельный коллектив, потому что оркестра Ярославля. Мы в Ленинграде были, мы в Швеции были, мы в Норвегии были, мы в Германии дважды были. – 42 года вы отдали коллективу, наверняка была всякая, какие-то была цензура? – Нет. – По репертуару, по гастролю? – Нет, более того, я вам скажу, что мне просто, вообще нам, я имею в виду, даже здесь в городе повезло, потому что когда Вячеслав Геннадьевич Соколов приезжал со своим хором из Москвы, и так случилось, что они не захватили с тобой партию, я давал партию, и он увидел, что мы поем духовную музыку, он говорит, как разрешают, мне надо идти специально в райком, чтобы получить разрешение. Я говорю, мне никто не запрещал, мы пели духовную музыку. – И выезжать вы могли достаточно беспрепятственно? – Ну, препятственно, потому что не всегда давали деньги. В Испанию мы не поехали, не дали денег. В Норвегию мы уехали по приглашению норвежцев, которые брали на себя все, здесь нам ни копейки тоже не дали. В Швецию, в Норвегию вовсе брали чартерный рейс, и целиком все расходы взяли на себя принимающие стороны. – Ну, вот вас называют вообще безупречным профессионалом, у вас своя методика существует, обучение хоровому пению, и вот 42 года вы держите любительский коллектив. – Да я их не держу, они сами приходят, совы. – Невозможно, это любители, это я не знаю, я сам удивляюсь. Потому что они приходят, и это люди удивительные, и работать с ними плохо, во всяком случае, хуже, чем ты можешь, это стыдно, потому что это люди, отдающие себя искусству, хоровому. И я всегда говорю, что у меня два хора, один тот, который ходит ко мне, а другой, который сидит дома. – Мужья, жены, дети, которые вовлечены в интересы коллектива, которые говорят, ты не опоздаешь на репетицию, или ты не забыл, что репетиция, или где у вас концерт, что приходит, болеют за нас. Поэтому я, ну, мне стыдно работать хуже, чем ты можешь. – Ведь участники коллектива, это 40 человек сейчас, да? – Ну, приблизительно, да. – Это ведь и врачи, и инженеры, и учителя, да? – Да, да, да. – Вот сейчас тоже можно прийти в ваш коллектив? – Конечно. – Если ты чувствуешь потребность петь, да? – Молодежь приходит? – Есть. – Есть, есть. – Без образования, без музыкального? – Конечно. – И есть ведь и старейшие участники коллектива, да? – Да, двое. Сейчас осталось это с 58-го года. Татьяна Ивановна Глухова и Галина Алексеевна Ковалева. Это те, кто были с самого начала. – С самого начала будет. – Да. – 14 участников капеллы. – Больше, наверное, 16 или 18. – Заслуженные, да, работники культуры? – Да. – Это они получили… – Здесь, в хоре. – То есть, они учителя по профессии, там еще какие-то, да? – Кто, кто, да, люди разных профессий. – Да, они заслуженные работники, благодаря тому, что они были в какой-то… – Да, да, да. – Ну, изумительно. А вот, то есть, вы пробивали эти звания? – Ну, приходилось ходить и, да, уговаривать, чтобы давали, потому что, ну, люди тратили… – Дело все в том, что, понимаете, мы относимся к этому достаточно как бы так, а они ведь несут… – Это не только они сами заняты, это их удовольствие, но ведь через концерты воспитывается огромное количество, огромная аудитория. – И поэтому это серьезное государственное дело. – Ну, и ведь вот в наш век такой погоня за деньгами – это просто такая преданность удивительная. – Это потому, что действительно люди любят, и сегодня просто горько. Я, знаете, сколько приезжаю, а сейчас с каждым годом все больше и больше расстраиваюсь. Вот мы только что писали фонограмму для 19 ноября, вот, Ломоносовские чтения. Училище нам не дали время репетировать, мы репетировали в Доме народного творчества, где нет, не отапливая боевое повещение, там я не знаю, что случилось. – Еще не затопили там? – Нет, там какая-то авария, видимо, и три дня в холоде, в пальто. Мы так сейчас писали, что там дальше будет с этими людьми, я не знаю. – 21 век, 2014 год. – Да. С 60-го года я в городе, в Архангельске, и в этом году мне пришлось купить фонарик, чтобы ходить по городу, не наступить, не сломать ноги, до такой степени темно. – В городе, а в училище вообще надо ходить со двора, и там такая грязь, и вообще город грязный. – Там ремонт еще, наверное, в училище музыкальное. – Это в зале, но свет-то можно сделать при входе так, чтобы можно было заходить. – И вот, тем не менее, на общественных началах директор ведь работает на общественных началах. – В хоре, да, конечно, все, никто, более того, они на дорогу тратят достаточно много, отрывая от семьи. – Времени, да, и денег. – Да, конечно. – И вы в Санкт-Петербурге тоже руководите любительством? – Да, при консерватории, это единственная консерватория, которая имеет свой любительский коллектив. Там точно такие же любители, которые ездят со всего города, и они постарше, на 10 лет. Коллектив в 1948 году был организован как основа для практики студентов консерватории. – Отличаются эти коллективы, вот архангельские и питерские? – Ну, пока не в пользу Питера. – Вот как. – Архангельск, да, архангельск и поныне, он уже тоже, так сказать, кое-что потерял, но, тем не менее, должен заметить, что пока, ну, здесь чуть-чуть помоложе все-таки, у меня там постарше люди. – А каких принципов вы придерживаетесь, когда репертуар формируете? Ведь у вас есть современные, есть композиторы, да, и старинная, духовная? – Да, и старинная музыка, и духовная, и здесь оперная музыка. Вот именно, во-первых, воспитательное значение, во-вторых, возможности хора. – Петь то или иное произведение, чтобы хор приобрел какие-то профессиональные навыки, и я заинтересован, чтобы люди ходили ко мне как можно дольше, потому что они сохраняют репертуар. – Интерес чтоб был, да? – Ну, это уже зависит от того, как работаешь, но чтобы сохранялся репертуар, я должен заботиться о них, я должен думать о том, чтобы это было интересно, соревноваться с телевидением, потому что, когда появилось телевидение, когда появились интересные передачи, люди старались остаться дома. – Посмотреть, потому что это было все вновь, скажем так, а надо было, в общем, как-то делать так. – Ну, вот дирижер, художественный руководитель, он еще и воспитатель, да, сейчас затронул? – Так, это любой, конечно, любой хоровик – это воспитатель, ведь люди приходят разного возраста, разного уровня образования, интеллекта. Надо их всех привести, занимаясь и рассказывая произведения, всех привести к общему знаменателю, так, чтобы они были едины в передаче, иначе если каждый будет петь то, что ему хочется, не потому что даже с точки зрения нот неверных, а я имею в виду смысле настроения. – А вы еще рассказываете, что он хочет? – А как же, я рассказываю, что я хочу, ведь, понимаете, есть в музыке там, в темпе марша, а какого марша? – Колыбельное, колыбельное над убитым – это одно, ребенок – это другое, и тоже колыбельное, значит, надо найти то слово, ведь шар, 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 какой шар я мыслю, значит, я должен найти так, чтобы всем было понятно, и чтобы вызвать единый эмоциональный, единый настрой, тогда возможен вариант, так сказать, вот. – Ну, вот недаром все-таки, да, держится вот этот вот… – Ну, а как же, иначе зачем мы этим занимаемся? – Более 800 концертов Архангельская капелла дала за это? – Ну, приблизительно так, да. – Вот вы выступали ведь на больших сценах. – Да, мы выступали в Ленинграде, мы выступали в Ярославле, в Рыбинске, в Петрозаводске, в Норвегии неделю, выступали в Масонской ложе в Норвегии, мы выступали в Швеции, мы были в Прибалтике. – А что запомнилось больше всего? Есть какой-то вот… – Да вы знаете, нет, любые, все равно это интересно. Дважды в Германии, конечно, был первый приезд, это было что-то, когда впервые выехали за рубеж. – Вы взяли весь коллектив большой, да? – Да, 50 человек, 50 человек, ну, в общем, нормально, взрослые же люди. – Но, тем не менее, просто вывезти большой коллектив в советское время за границу, наверное, был. – Да, дело в том, что нам, значит, на паритет на начало, часть брали немцы на себя, часть нам давали здесь поездки, и в этом смысле нам тоже повезло, потому что Ярославль нас брал, когда на Особиновский фестиваль тоже на паритет на начало, часть Архангельск давал, а часть те брали на себя. – А какие-то интересные такие ситуации, может быть, или выступления, или концерты? – Вы знаете, конечно, были, потому что с нами, во-первых, на Ярославском фестивале там опера в концерте… – И Ешу ведь с вами пела, да? – Да, там пело очень много народу, причем с нами пел Большой театр, целиком, Евгений Онегин, кстати, в Архангельске пел, целиком солисты Большого театра пели. Когда пели в Ярославле, там со всего тогда еще Союза были, и Биешу были, и Менжел Киев из Ленинграда, и из Сибири были, певцы, великолепные певцы, просто блистательные, и Марусин из Большого театра. – Вот это самосознание, да, у самых участников хора, оно, наверное, повышается, что ты делаешь? – Да, конечно, да, во-первых, очень много они понимают, чем они заняты, и это расширяло их кругозор, это воспитывало, конечно же, ничего. – Вот в 2013 году вы знаете, что под руководством Гергиева в России возродилось Всероссийское хоровое общество, у нас в Архангельске тоже мы начинаем создавать хоровое общество, в школах инициируется, чтобы создавались хоры. Вот вы как считаете, у этой инициативы есть будущее? – Вот при таком сегодняшнем отношении вряд ли, потому что, вы знаете, вот не могу не сказать, будучи, ну, живя в Ленинграде, я, конечно, болею душой за Архангельск, слышу, что мама привела ребенка на прослушивание в музыкальное училище, заговорила с педагогом, он пришла, посмотрела, говорит, нет, это храм культуры, он здесь учиться не будет, и вывезла его в Вологду. И если вот такое будет отношение, или вот так, как сегодня, хор, который считался всегда лицом Архангельска, во всяком случае, в искусстве, капелла сейчас неизвестно, как будет, где будет. – То есть вы не видите, какой… – Отношение к культуре, которое я не вижу. – Какое-то нужно систематическое, да? – Конечно, да. – Ко всем коллективам. – Конечно, да. Но обязательно, а как иначе вообще? – Они делают огромную работу просветительскую, я имею в виду самодетельные коллективы. – И почему я до передачи заикнулся насчет распределения, я по распределению приехал, и таких моментов было много. Меня удивляет отношение в принципе к этому вопросу, если государство богатое или государство бедное. – Если богатое, значит, должны быть зарплаты и так далее, нормальные, так сказать, скажем, да. А если бедные, то почему, тратя огромные деньги на воспитание хоровиков, музыкантов, нет востребованности от них, не направляя на любого специалиста, на любого специалиста. Музыканты просто дороже обходятся государства. Но это вовсе не значит, что их надо закрыть. Их нужно все-таки всячески поощрять. И распределения нет, меня это удивляет. – Вот мы если вообще к музыкальному образованию вернемся, его ведь надо со школ начинать? – Конечно, с садиков надо начинать, чтобы там были достаточно на высоком уровне. Как говорят, как надо работать с детьми, так же, как со взрослыми, такое еще лучше. – Ведь вы знаете, сейчас все равно по остаточному принципу, уроки музыки, что это такое, на хор собрать в школе? – Да что вы, сейчас все что угодно, но только не в хор. – Да, но вот вы верите в какое-то… – Ну, я верю, что, наконец, Россия вставала на ноги. Я думаю, что и здесь тоже, хотя вред наносит. Сегодня, вот я достаточно, поскольку воспитывался в хоровом училище при Ленинградской капелле, я знаю, вот они сегодня полетали буквально, так сказать, вот в Сибирь и Дальний Восток, Камчатка, Якутск и так далее. И мне художественный руководитель говорит, провожают стоя до последнего артиста, который уходит со сцены, идут аплодисменты и крики «Ура!», потому что к ним туда попасть – это целая проблема. Легче выехать за границу, нежели… Вот они сейчас только что вернулись из Сербии, из Хорватии, на базаре, услышав, что это из капелла Ленинграда, открыли нам, говорит, все двери вообще. Вот как? – Это отношения, которые воспитаны с детства, да? – Конечно, да. – И к музыке, и к артисту. – Конечно, да. И поэтому, а у нас сегодня целая проблема. Я уже забыл, когда капелла вывезала вообще куда-либо. – Наша Архангельская. – Наша Архангельская, я имею в виду. – Да, действительно. – Поэтому это все достаточно серьезно. И если вот это не культивировать, не поддерживать… – Ну, а вот тот ваш успех вот в те годы, ну, не будем говорить, что сейчас совсем забыто, все-таки нет. Вы чем, можете, с чем связан ваш успех? – Да дело все в том, что, вот вы знаете, в чем дело. Здесь работал Юрий Александрович, Юрий Николаевич Сапожник, который обычным техническим секретарем обзванивал руководителей предприятий, где были мои ученики для того, воспитанники, ну, в смысле участники капеллы, которые, когда надо было выехать на гастроли, допустим, он обзван, чтобы их отпустили. – То есть это заинтересованность все-таки, да? – Конечно, конечно, да. Он уже бывал у нас почти на каждом концерте, что симфонического оркестра, что капеллы. – Культура так не должна существовать сама по себе, тихонечко там всего-то будет. – Конечно, нет. – Уверяю вас, что когда надо было отпрашивать участников, надо было давать характеристику, получать с места работы характеристику, и, как правило, это были великолепные характеристики по месту производства, чтобы получили звание, ведь это надо было собрать документы различные, и действительно, эти люди и на работе доработали. – Да. Вот ведь с вами, я знаю, всегда рядом ваша жена Светлана Семеновна Максимкова. – Да. – Она и аккомпанировала капелли, да, и занималась организационной работой, наверное. – Нет, организационной работой, конечно, но она пианистка, она жена, она мама. – А как вот этот творческий союз в семье, ведь очень, ну, нередко, когда супруги не могут работать вместе? – Ну, не знаю, наверное, любим, и поэтому делаем общее дело. – В одну сторону смотрите? – Конечно, да. – Это обязательно? – Конечно, да. – А вот я спрошу о сыновьях, они пошли в кино, занимаются телевидением? – Нет, они не пошли в кино, один закончил театральный институт, действительно, второй работал здесь на телевидении, в нашем городе. – Да, он сейчас работает на Ленинградском. – Сейчас он работает в Ленинграде, они оба работают в Ленинграде, пишет сценарии, снимал фильмы. – Вы не хотели их с дирижерской палочкой видеть? – Дело еще в том, что мы не мешали их интересам. Они оба, старший занимался музыкальной школе, и это ему не мешает и помогает. Он, поступая в институт, сам себе аккомпанировал, когда надо было там сдавать пение и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, Горбачев, когда снимался в фильме, то топером на репетициях сидел сын, готовя там ему цыганочку или что-то в этом духе. – С ним в жизни музыка есть, присутствие? – Конечно, младший – нет. Он начал заниматься и потерял зрение, как-то так резко упало. А тем не менее, мы не мешали им выбирать то, что они хотят. – Реализовались. – Да, потому что оба режиссеры на телевидении, старший сейчас ведет на студии Санкт-Петербурга, ведет передачу «Вечер встречи», берет интервью с различными гостями. – Мы тоже помним ваших сыновей. – Так что, ну вот, не стали, слава богу, может быть. – А вот я к музыкантам снова вернусь. Мы уже затрагивали с вами эту тему. Сложно сейчас жить, работать, творить музыканту. А что нужно для того, чтобы добиться успеха здесь и сейчас, не уезжая куда-то, не ища там? – Еще раз повторяю, если будет помощь, если будут инструменты, если будут нормальные помещения, где можно специально, то есть спокойно заниматься. – Если будет талант, такая пробивная сила, как у вас? – Да какая пробивная? – Боже мой, просто нужно просто… Я даже не могу сказать, что нужно, чтобы пробивать. Почему мы должны пробивать? Есть те, кто занимаются этим, и они должны думать о людях, которые работают в этой сфере. Сейчас получается, что дело рук спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Но ведь совсем нет. Сапожников в этом отношении помогал очень. Мы когда делали здесь шесть концертов по истории хорового искусства, 15 минут читал Петр Федорович Кольцов, и 45 минут мы пели в музее. Старинная западная музыка, старинная русская музыка и советская, современная музыка. И когда это все было записано на телевидении, и потом выдавалось в эфир, и когда встал вопрос, как духовную музыку выдавать, он говорит, ну кто-то должен начинать, чтобы выдавать. У нас было шесть концертов по телевидению, причем мы договорились, что каждую пятницу… – Это были 70-е, наверное, да? – Да-да-да, 70-е годы, конец 70-х. Вот, в 79-м году. Вот, поэтому я еще раз повторяю, что… – То есть музыка должна звучать. – А как иначе? – Мы говорим, знаете, интервью с одним из скрипачей, который на вопрос, почему так много среди цыганов, скрипачей и музыкальных людей, там есть привычка, или как сказать, обычаи. – Обычаи, когда муж укладывает голову к жене в положение и поет песню будущего ребенка, мы говорим о том, что надо, чтобы воспитывались на музыке, на классической музыке, на Моцарте, на… – Да, одна из целей. – Да, в этом все дело. – А как же это воспитывать? – Не только хоров. – Почему? Вообще грамотных людей, вообще эмоционально взращенных. А иначе, ну, какой же… – Вот сейчас капелли Архангельской, хоровой капелли уже 56. Да, это что? Молодость, зрелость, мудрость? – Это, знаете… – Ну, не закат, надеюсь. Что дальше? – Да, будем надеяться, что при помощи, так сказать… Ну, ведь для того, чтобы сегодня поехать, нужны деньги. Вот, ну, это… Они-то ходят бесплатно, но куда-то их вывозить. Замыкаться только, ну, невозможно. У них сейчас концертов мало, хотя репертуар-то большой. – Репертуар-то остался, и репетируют, и ходят, и энтузиазм. – Конечно, конечно, конечно. – Надо поддерживать. – Конечно, надо поддерживать. – Владимир Александрович, вы себя считаете счастливым человеком? – Ну, видите, это такой общий вопрос. Тот, чем я занимаюсь, я занимаюсь с удовольствием. И, скажем так, понимаю, зачем и для чего. И поэтому, конечно, да. Я счастливый человек в семье. У меня хорошие дети, великолепная жена. Вот, так что 54 года мы с ней вместе, и прошла уже золотая свадьба. – Приезжайте в Архангельск, не бросайте капеллу и веры, надежды, любви. Всем нам спасибо. – Спасибо большое. В студии был Владимир Александрович Максимков, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель и дирижер Архангельской хоровой капеллы, профессор Санкт-Петербургской консерватории. Мне думается, что слова немецкого поэта XIX века, Платена Августа, несмотря на их давность, характеризуют и Владимира Александровича. Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо – вот цель разумной жизни. Того и вам желаем. Такие дела. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!